Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что делать, если я буквально не понимаю, кто я? Ну, кто я, это довольно такое абстрактное понятие, да, и, соответственно, если задаваться таким вопросом, кто я, то, в принципе, это вопрос для большинства людей, да, это вопрос довольно-таки волосовский, вот, и, в общем-то, это целесообразность того, чтобы об этом думать, вызывает вопрос, вот, лучше всего, лучше, если вы спросите себя о том, чего вы хотите, вот, вот, чего вы хотите и чего вы, ну, не хотите, вот, понимаете, да, и как вы выражаете то, что вы хотите, опять же, и то, чего вы не хотите, вот, то есть как вы, ну, как вы с этим обращаетесь, со своими, ну, желаниями, да, что ли, я не понимаю, что мне нравится, и не понимаю, что я хочу вообще, ну, это не нужно понимать, это нужно чувствовать, то, что вы как-то рационально стараетесь это обработать, вам не помогает. Я, честно, подстраиваюсь под окружающих, потому, что я не понимаю, как я веду себя по-настоящему, а вот ощущение такое, что вы становитесь тут, то вы становитесь больше, ощушение, что вы становитесь шире как бы, то есть расширение, вот, и есть то, когда вы ведете себя по-настоящему, а когда не по-настоящему, то наоборот, появляется чувство сужения и уменьшения. У меня давно перестало что-либо интересовать, это очень серьезный симптом, я бы рекомендовал вам где-то обратиться к врачу, дабы исключить депрессию. Если кто-то из друзей предлагает сходить в кафе и говорить, что ему все понравилось, я отвечаю так же, просто потому что не понимаю, понравилось ли мне. Ну, еще раз повторюсь, вы пытаетесь как будто оценить. На мой взгляд, в этом здесь ваша когнитивная ошибка состоит. Я нашу маску и понимаю, что уже не из боязни заболеть, а комплекс внешности, ну правильно, потому что ничего более важного в жизни у вас нет сейчас. Я не могу позволить себя кому-то трогать, даже роднее, откуда-то появилось чувство отращения, не могу понять почему. А это злость, которую вы подавляете. Вот, это злость, нормальное, абсолютно естественное чувство. Я думаю, что у вас много злости. 3 года занимаюсь, значит, так, больно, что это неправильно, перестать не могу. Но, опять же, это вы вот злость свою переносите на себя. Я понимаю, что я стараюсь от этого избавиться, а просто так избавляться бесполезно. Нужно что-то себе дать, прежде чем избавляться, да? Нельзя просто взять и что-то у себя забрать. Нужно себе что-то давать, нужно себе что-то предложить, то есть что-то менять в своей жизни. Так, дальше. Не понимаю, зачем живу и в чем смысл жизни. Опять же, эти вопросы довольно-таки серьезные, да? Я бы взял немножко более простые уровни сначала. Родители в детстве до сих пор гиперопекают меня. Мне нельзя приходить домой после двадцати трех. На телефоне стоит флешка, прослушка, приложение такое, пинга. Что мне делать? Вообще-то это нарушение закона. Вы можете сказать своим родителям о том, что они нарушают закон удалить это приложение, вот, если хотите, конечно. И, соответственно, что произойдет, это вы придете позже. Что случится. Вот. Да, гиперопекающие родители это проблема. Необходимо работать в первую очередь с личными границами между ними и вами. Вот, надо эмоциональной сепарацией от родителей сначала, эмоциональной, потом физической. То есть сначала, сначала психологическая сепарация, потом физическая. Вот так правильно сказать будет. Вот. Ну и в целом, ваш текст это запрос на психотерапию, вот, потому что вам нужно много войти в контакт со своими чувствами, учиться их распознавать, выражать и нести ответственность за их проявления и выражения. Вот. Мне кажется, что вы боитесь оценки и боитесь неодобрения родителей. Вот. В то же время, вероятно, эта история про ваше собственное неодобрение. То есть вот, ну давайте начнем с простого. как вы относитесь, что вас прослушивают, да, и следят за нами. Вот. Как вы относитесь к мотивации родителей это делать. Да. То есть, ну в целом, если у вас какие-то идеи на этот счет. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и позволит вам выделить базовые направления для психотерапии.